Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня поговорим о законно-творческой работе народных избранников. Гость нашей студии – депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Здравствуйте, Алена Игоревна. Здравствуйте. Алена Игоревна, приступили ли депутаты Госдумы к осмотрению самого главного в осеннюю сессию закона о федеральном бюджете? И что уже можно сказать о документе, каким он будет? Дмитрий, ну в первую очередь я хочу сказать, что буквально в конце прошлой недели мы уже приняли законопроект, как вы сказали, главный для нашей страны. Это главный финансовый документ, это бюджет Российской Федерации на ближайшие три года в первом чтении. Поэтому, конечно, мне есть о чем с вами поделиться и с нашими зрителями, потому что это, во-первых, не просто главный документ, который выполняет все социальные гарантии, это бюджет развития. И теперь у нас очень интересно составлен этот документ, теперь появились национальные проекты, паспорта которых должны еще будут быть утверждены в декабре, и они должны быть еще дополнительно просмотрены всеми профильными министерствами. Но проектно мы уже посмотрели и приняли отчеты в рамках и нашего комитета по образованию правительства в сфере образования, мы уже рассмотрели госпрограммы, и, конечно, мы подразумеваем увеличение практически всех статей бюджета. Во-первых, хочется сказать, что у нас есть рост доходов, поэтому у нас и рост расходов. Соответственно, у нас фактически доходы составляют 20 триллионов рублей, и расходы составляют 18 триллионов рублей. То есть у нас остается профицит бюджета на 2 триллиона, и это означает, что, в принципе, в своих расходах мы будем уверены, и у нас есть дополнительные источники, и потом дополнительно по ходу, как обычно делает Государственная Дума, в марте, скорее всего, будет увеличение ряда статей бюджета. Я могу подробнее рассказать о том, как выглядят сегодняшние наши статьи расходов, например, на образование, потому что для нас это очень важно, потому что, ну, во-первых, скажу, что это нацпроект образования, один из самых объемных по финансированию. Фактически консолидированный объем этого национального проекта составляет 700 миллиардов рублей. И что для Чувашской республики важно, что в этом нацпроекте увеличиваются расходы на строительство детских садов, на строительство школ, у нас появляется новая статья, это строительство бассейнов. И отступая от общих параметров бюджета, я скажу, что у нас в Чувашском госпедуниверситете уже был построен бюджет в рамках партийной программы «Единой России» строительства бассейнов в вузах в 2012 году. Соответственно, вот сейчас мы выходим на строительство бассейна уже в Чувашском госуниверситете. И я просто подчеркну, что на текущий момент всего в 72 университетах нашей страны, в 46 регионах, эта программа так или иначе была реализована. И у нас, собственно, вот сейчас среди 8 регионов у нас Чувашская республика одна из первых будет реализовать этот проект. Поэтому у нас из миллиарда рублей хорошую долю на строительство бассейна получит Чуваша. Ну, а что касается самого бюджета, то Чувашская республика получает хорошие средства, я продолжу тему образования, хорошие средства на школы. Вообще, надо отдать должное команде главы республики Михаил Васильевича Игнатьева в том, что у нас Чувашская республика вовремя реагирует, софинансируя все федеральные программы. И для меня, как человека, курирующего сферу образования и в партии, и работающего человека в комитете по образованию, очень важно, чтобы наша республика, Чуваша, имела хорошее лицо. То есть, собственно, Чувашская республика в этом году получила денег на строительство детских садов больше всех регионов. То есть, фактически, на два года у нас республика получает 1,7 миллиарда рублей на строительство только детских садов. И я очень благодарна и команде главы республики, и в том числе и городу Чупаксары, администрацию чупаксарскую, что очень вовремя, оперативно все работают, командно. И это деньги тех субъектов, которые отказались от этой субсидии ввиду своей несобранности, невозможности софинансировать. Поэтому мы можем освоить и ту субсидию, которая нам в должном порядке по формуле поступает, и ту, что они могут софинансировать и выполнить другие регионы. Что касается школ, то у нас тоже есть устойчивый рост. То есть, в следующем году у нас уже пошел рост, то есть, у нас было полмиллиарда, 600 миллионов ежегодно. Мы тратили федеральные субсидии на строительство школ, и мы все видим, какие славные современные школы строятся. И мы снимаем риск третьей смены и разгружаем вторую смену. И на самом деле программа по строительству школ в республике, принятая, подписанная главой, очень большая. То есть, нам нужно фактически построить и реконструировать 32 школы по всей республике. Но это очень масштабно. Точно так же, как и в этом году уже начинается строительство целых 16 детских садов. Ну, то есть, мы когда-то, несколько лет назад, большими темпами начали эту стройку, и она продолжается точно такими же высокими темпами. И что важно, что у нас идет общее увеличение федеральных субсидий на строительство и детских садов, и школ. То есть, если, например, в этом году почти по 25 миллиардов рублей у нас выделялось федеральных на строительство и садов, и школ, к каждому направлению, то сейчас фактически на детские сады уже в следующем году будет 60 миллиардов рублей, а на школы 43 миллиарда рублей. И тенденция увеличения сохраняется на последующие годы. То есть, на что можно рассчитывать? На то, что мы снимаем и третью смену, и мы идем к тому, выполнению задачи, которую нам поставил президент, к односменному режиму в школах. И, конечно, я за то, чтобы родители не были вынуждены суетиться найти лучшую школу своему ребенку. Я за то, чтобы каждый родитель без дополнительных усилий мог знать и рассчитывать на то, что каждому ребенку положена новая современная школа, вот к этому мы и идем. И по месту жительства, что самое главное. И сейчас из всех субсидий, которые, мы понимаем, идут на образование, у нас сейчас в республике идет расход. Если буквально в предыдущий период у нас 16 миллиардов, почти 16, 15,5 миллиардов рублей тратилось на образование, то уже в наступающий период эти затраты составят больше 18 миллиардов рублей. То есть у нас идет устойчивый рост денег, которые вкладываются и республикой, и федерацией в сферу образования. А как мы знаем, образование – это фактически новая экономика. То есть если у нас не будет роста устойчивого в сферу образования, то это значит, что у нас не будет роста экономики. Поэтому мы сегодня расставляем наши приоритеты именно так. Это означает, что, например, подчеркну, что у нас опять будет снова в республику поступление школьных автобусов и машин скорой помощи. Это тоже важно. Этот вопрос поднимал председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев. И, собственно, опять он вернул этот вопрос в повестку. И мы теперь понимаем, что да, эта задача опять будет выполнена. И у нас было поставлено в республику 56 именно школьных автобусов и 58 машин скорой помощи. И в ближайшем будущем, в ближайшее время мы надеемся на увеличение этой цифры. То есть что объем будет увеличен. И самое главное, что это именно российский производитель. То есть одновременно с этим мы поддерживаем российских производителей. Конечно, у нас в рамках федеральных субсидий из федерального бюджета больше всего интересует наших слушателей, сколько денег будет приходить в республику. У нас опять увеличение финансовых поступлений. Потому что у нас очень хорошо отрабатывает финансовый блок Светланы Янилиной. И у нас на бюджетное сбалансирование 11 миллиардов рублей именно федеральные субсидии приходят. У нас хорошо будет софинансировано и комплекс АПК. Больше чем полмиллиарда денег приходит из федерального бюджета. И на здравоохранение больше 200 миллионов. И на субсидии обеспечения жильем молодых семей тоже около 200 миллионов. То есть там устойчивые цифры роста. Мы видим по всем статьям. Поэтому большие субсидии хорошие и на поддержку физкультуры, и спортивного образа жизни. И много-много-много статей. То есть об этом можно долго говорить. И самое главное, что депутаты от Чувашской республики, работая в разных комитетах, заинтересованы в привлечении финансов именно в Чувашскую республику. И вот эта работа, она видна как раз в работе вместе с главой республики. То есть наша задача, чтобы люди видели, что команда работает эффективно. Именно, чтобы это было видно в виде детских садов, в виде школ, в виде новых построенных объектов. И самое главное, что федеральный центр отмечает работу региона. Что важно. Потому что нам доверяют субсидии сверху того, что было положено. И, пожалуй, таких регионов очень немного. Вот я бы сказала, что в каких-то программах, как с детскими садами, это единственный регион. Мы по-прежнему в нашей памяти трагические события в Керчи. Скажите, будут ли приняты какие-нибудь меры для безопасности детей? Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что это сегодня самый обсуждаемый вопрос. В Комитете по образованию и с Вячеславом Никоновым, председателем Комитета, мы создали рабочую группу по выработке дополнительных мер безопасности пребывания детей в детских садах, школах и образовательных организациях всех уровней. И для нас, что важно, что уже сейчас в рамках нацпроекта образования заложено около 2,5 миллиарда рублей на обеспечение, на реализацию концепции психологического сопровождения детей, будет создан портал для консультации родителей, представителей детей. То есть это очень важный проект. И со временем, я думаю, что мы его дополним и, может быть, доработаем дополнительные меры. По обеспечению, потому что здесь не может быть лишних мер обеспечения безопасности. То есть сегодня это один из самых сложных вопросов. Но то, что мы уже заложили средства на психологические службы, это факт. Но то, что пока еще этого не хватает, это тоже факт. Потому что я направляла дополнительные предложения в адрес правительства, в адрес Татьяны Голиковой и Ольги Юрьевны Васильевны. Мы встречались буквально на прошлой неделе с ней и обсуждали этот вопрос. И, конечно, им очень нужна поддержка в этом вопросе. Поэтому мы отработаем и наше предложение, которое предлагает партия. Поэтому я надеюсь, что у нас получится. Я понимаю, ваша работа только сферой образования не заканчивается? Какие еще инициативы рассматривают в Госдуме? У нас очень важные были приняты меры социального обеспечения, очень важные социальные инициативы. И есть ряд с моим соавторством. Это, например, два законопроекта. Но теперь по факту это законы. Ждем подписания в резидентам. И одна из них это, собственно, поправка в бюджетный кодекс. Нам очень важно, чтобы пенсионный фонд пополнялся активно. И одним из источников как раз могли бы быть деньги, изъятые у коррупционеров. То есть это раз. И вторая инициатива – это инициатива о добровольном отказе от дополнительного пенсионного обеспечения депутатами Государственной Думы и сенаторами, членами Совета Федерации. Очень дискуссионные были инициативы, но тем не менее они были приняты фактически всеми единогласно. Поэтому я надеюсь, что в ближайшем будущем они уже будут применяться. Что еще могу выделить, что важно – диспансеризация. То есть сегодня уже у каждого работника есть возможность воспользоваться одним выходным днем раз в три года и пройти диспансеризацию. Для граждан предпенсионного возраста – это пять лет до наступления пенсии – можно уже начать пользоваться уже двумя выходными днями раз в год. И, на мой взгляд, это правда важная инициатива. И, конечно, нужно, чтобы работодатель тоже заинтересовывал своих работников воспользоваться этим правом. Поскольку, к сожалению, культура здоровья и сбережения у нас еще не очень развита. Потому что всем кажется, что все полны сил, но на самом деле нужно вовремя проверять и предвосхищать какие-то болезни. Лучше вовремя заметить. Потом налоговые льготы – это земельный налог и налог на имущество тоже для людей предпенсионного возраста. Он сохранен, собственно. И, что очень важно, что есть теперь уголовная ответственность для тех, кто увольняет или нетрудоустраивает необоснованно людей предпенсионного возраста. Это важная инициатива. И, собственно, еще момент по материнскому капиталу, что с момента заявления теперь его можно получить не в месячный период, а в 15-дневный срок. От всего коллектива нашего телеканала пожелаем успехов в законотворческой работе. И я напомню, что гостем сегодняшней программы «По существу» была депутат Госдумы Алена Аршинова.